Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня мы играем на проекте Amazon FreePlay. Сегодня у нас будет новое видео, очень даже интересное, потому что вышло новое обновление. Да, конечно, не очень большое, но оно очень полезное, пацаны. Очень классное обновление, пацаны, вышло для дальнобойщиков, поэтому советую это видео вам посмотреть от начала до конца. Также хотел бы напомнить, что у меня на канале проходит конкурс на 5 миллионов, 5 призовых мест по миллиону, поэтому советую всем просто поучаствовать, потому что шанс выиграть очень большой. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon FreePlay. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, как думаю вы поняли, вышло обновление для компании, очень классное, которое я реально давно ждал. Я просто надеялся, что его добавят, и наконец-то его добавили, пацаны. Теперь можно иметь два заместителя в компании, это во-первых. Во-вторых, теперь каждый сотрудник может сам посмотреть, сколько он накатал в день. Я вам это все тоже покажу. Также, пацаны, теперь можно максимально принимать людей. То есть, теперь можно принимать 45 человек. Раньше можно было принимать 30 человек, сейчас можно принимать уже 45 человек. То, что больше теперь можно людей принимать, это, наверное, очень классно. Поэтому, пацаны, кто желает, можете мне писать, я вас приму в компанию к себе. Итак, давайте я вам покажу команду, получается, которая дает заместителя. Смотрите, пацаны, команда вот эта, именно, это, получается, назначить заместителя. А вот эта команда, другая, это, получается, уже убра заместителя. Все, теперь у меня в компании, короче, два заместителя. Вот, давайте даже посмотрим. Вот, видите, теперь два заместителя. Максим Аккорд, получается, и Матвей Вилла. Вот, в принципе, вот так вот, пацаны. Это реально круто, то, что теперь можно два заместителя поставить. Один может людей там утром принимать Другой вечером, там ночью Либо когда ему удобно Реально это очень круто И следующее, пацаны, самое полезное Просто функция, которую добавили Это смотреть, сколько ты сам накатал Просто пишешь команду C-info Вот C-info пишите И все, вы сможете посмотреть, сколько вы сами накатали Вам не нужно будет ждать заместителя Пока он это все объяснит Я считаю, что это очень круто Потому что каждый раз кому-то говорить, сколько накатал Это на самом деле очень жестко И неудобно Но теперь вы сможете сами просто Пописать команду, посмотреть, сколько вы накатали За день и сколько вы накатали За все время Вот в принципе на моем примере можете посмотреть Я сегодня вообще не катал За все время я накатал За все время я накатал 7 миллионов 500 тысяч Ну в принципе нормально Также здесь скилл ваш отображается И когда вас приняли Ну и ваш ник в принципе Это реально очень круто, наконец-то добавили И теперь не нужно будет каждому писать, сколько он накатал Вот это, наверное, самая полезная тема, которую я ждал Потому что, ну, я часто сейчас не играю вообще Я в день играю там, ну, 2-3 часа максимум И то бывает вообще не захожу в игру Поэтому это реально очень удобная тема Для людей, которые будут у меня в компании Я очень сильно рад, что это добавили, пацаны Кстати, мой Магнум сейчас у Матвея Поэтому давайте возьмем Магнум компании Чисто сделаем пару рейсиков, чтобы серия была не такой короткой Кстати, я давно на компании Магнум не ездил Так, автопарк Давайте 12-й возьмем Так, взять для работы Так, все, вот он появился И будем надеяться, что там есть бензин Потому что у нас почему-то частая проблема То, что нет бензина Ну да, здесь тоже бензина нет Итак, пацаны, я взял, короче, фур Давайте сейчас поедем В принципе И возьмем какой-то рейс Давайте погодку поменяем Чтобы она такая более-менее Нормальная была Какой-то закат можно сделать Чтобы было вообще заебись Давайте такую погоду сделаем Думаю, нормально Чисто такая вечерняя погодка Сейчас, короче, поедем Возьмем какой-то рейс Хотя бы катнем Потому что я вообще редко сейчас катаю Так, список контрактов Давайте посмотрим в порту Так, подъезжаем чисто так И берем рейсик Который нам нужен Так, получается 92-й, да? Хотя здесь больше платят Давайте лучше 91-й возьмем Потому что здесь больше платят Надо будет еще Магнум заправить Потому что бензин есть, как бы, но его мало Пацаны, пожалуйста Кто вот сейчас сможет видео из моей компании Ну, заправляйте Магнумы Не нужно их бросать С маленьким количеством бензина Потому что, ну Вы просто вредите друг другу Понимаете? Ну, вам придется потом бежать на заправку Либо вы потом будете драться за Магнумы В которых есть бензин Пожалуйста, просто берите Заправляйте И все Как бы, хотя бы оставляйте 50 литров Чтобы было Я думаю, это нормально Просто, посмотри, какая красотища Просто мост такой Закат Ну, реально классно, пацаны Классно Только жалко то, что у меня графика, блять, не работает Ну, вроде мне говорили То, что если я перекину диск D Игру То у меня будет графика работать И мне как-то это лень делать Тем более, я играл с графикой на ОБТ И у меня ФПС был 40 Ну, как бы, с ФПС 40 Играть, мне кажется, такое себе Вот я сейчас играю без графики У меня ФПС 90-100 И меня это вполне устраивает Бля, я надеюсь, эти радары уже убрали Потому что они кончены просто Вот зачем Здесь ставить радар на 60 Ну, это ж просто бред какой-то, реально Зачем в Южном Столько радаров на 60 Понатыкали Я понимаю то, что это горы там И так далее Ну, блять, даже в Арзамасе По-моему, нету этих радаров Если я не ошибаюсь А в Южном Понатыкали просто На каждом углу эти радары И нормально Даже не поездишь быстро Тем более, дальнобойщикам Вообще неудобно То есть, они едут на фуре Им постоянно нужно останавливаться Из-за этих радаров И они просто теряют время Так, давайте Наверное, еще один рейсик Возьмем Хотя бы Так, есть Ведова Получается Ну, блин, Ведова не хочу Давайте вот 90 скилл в порт возьмем Я как бы всегда Такие рейсы стараюсь Брать, потому что Если ездить постоянно Южный порт Листорубный порт То можно заработать Очень неплохие деньги За час За час я стабильно Там 500 тысяч имею Поэтому Я стараюсь Сюда рейсы Именно такие брать Но это, конечно Не всегда получается Но стараюсь Именно брать такие рейсы Ведова И в Лайткерна Я вообще почти не езжу Это очень редко происходит Я реально стараюсь Просто набрать рейс Либо с южного в порт Либо с порта в южный Либо лесоруба южный И для меня это очень выгодно За счет моего скилла Все, пацаны Я уже, в принципе, подъезжаю Тут вообще Ну, реально по кайфу Просто такие рейсы катать Потому что Ну, ехать тут понты реально Ну, по сути Сами даже посмотрите Да, конечно Когда на своем Магнуме катаешь Что-то все быстрее происходит Потому что Личный Магнум быстрее будет Чем в Магнум компании Хотя я не понимаю Зачем они так сделали Типа, ну Я думал, что это временно Вообще Но в итоге Как бы Они сделали так То, что лично Магнум быстрее едет А Магнум компании Едет без чипа То есть он медленнее Я не знаю, для чего Это сделали Но, возможно Это как бы изменит Ну, хотя вроде Люди уже привыкли Поэтому Я думаю Я думаю Проблемники Их нет Давайте я Магнум сейчас заправлю Полностью Полный бак Отдам пацана Пусть они работают В принципе Потому что Блядь, почему Когда я записываю видео Соседи начинают Что-то делать Ремонтом заниматься Стучать Блядь Бегать Там и так далее Я не знаю Слышно вам или нет Но только что Блядь Тупо кто-то трубой Блядь По полу Блядь Хуярил просто Ладно, пацаны Я буду заканчивать Вот такое получилось видео Я просто вас решил Повесить о том Что вышло такое Классное обновление Кто желает Ко мне в компанию Как бы Заместители вы знаете Я вам их показывал Можете к ним обращаться Как бы, ну У Матвея номер 8000 По-моему А у Максима Я, честно, даже не помню Какой у него номер Ну, короче Если вы захотите в компанию Пишите им Как бы Принимаем с 15-го скила Если вы работяга Можем сделать исключение И принять Там с 10-го скила С 5-го скила Допустим Это в том случае Если вы работяга И много катаете в день Все, пацаны Всем спасибо за просмотр Не забывайте про конкурс Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok